Азербайджанская армия Их пирамида надежды рухнула, как карточный домик. Всесильное лобби не спасло республику от позорного поражения и капитуляции. Максимум, что могли сделать представители диаспоры, это собрать пару десятков миллионов долларов помощи и привести в движение политиков-марионеток. Ежедневные усилия во время войны, подкармливаемых денежными знаками зарубежных деятелей, не принесли какой-либо пользы. Точно так же, как и крокодиловые слезы армян на различных телеканалах. Происходят трагические события для всего армянского народа, для всех людей, которые населяют этот регион. И я думаю, что я выражу не то что мнение, а эмоции всех армян, которые населяют наш мир. Это тревога. При этом многие пользователи социальных сетей сразу осудили подобное выступление, отметив, что армяне, проживая в России, хотят, чтобы вместо них кровь проливали другие народа. Я вас не упрекаю, я ничего. Я просто хочу понять логику. Вы не успели собраться, у вас были другие важные дела, вы не собирались. Мне просто интересно понять. Потому что сейчас не от вас. Но от многих из Армении, я слышу фразы, вот там стоят миротворцы, они должны все сделать. Армяне должны отказаться от пропаганды, мифической идеи о Великой Армении, перестать жить иллюзиями, осознать и принять сегодняшние реалии. Должны понять важность нормализации отношений с соседями. В ином случае у них нет будущего, и никакая диаспора им не поможет. Постараемся на простом бытовом примере объяснить, насколько ошибочно подобная стратегия – ждать помощи от соотечественников из-за рубежа для развития страны. Представьте, что у вас с соседом есть проблемы, в силу чего невозможно нормально жить. За границей находятся родственники, которые постоянно подстрекают враждовать, но сами помогают только хорошими словечками, иногда бросая несколько звонких монет и подкармливая идеями о генетической несовместимости. Но в глубине души вы понимаете, что рано или поздно должны помириться с соседом или покинуть квартиру навсегда. Согласитесь, ведь если у вас происходит несчастье, то первыми на помощь вам придут ваши соседи, а не дальние родственники, живущие за 3-9 земель. Во-первых, надо, наверное, понять, и, наверное, понятие диаспоры многочисленной, армянской, достаточно влиятельной, что все-таки диаспора – это не народ армянский. Понимаете, это, как говорится, конечно, есть хаш по воскресеньям, и, так сказать, помогать – это правильно все. Но вообще-то быть армянским народом – это значит быть в Армении, на территории Армении, и вместе с армянским народом переносить все тяготы и испытания, которые на его долю выпали. Вернемся на десятилетия назад. Разве не армянское лобби подливало масло в огонь, всячески обосновывая отторжение и передачу Армении азербайджанских земель? Разве не она сыграла негативную роль в культивировании в Армении образа коварных азербайджанцев, тем самым поощряя кровавый конфликт между двумя странами? Совершилось изгнание. Было изгнание кафанских азербайджанцев. Армяне сгнали их с этой территории, и это был трагический исход. Это была первая такая этническая чистка, когда азербайджанцы, дети, матери с грудными детьми, старики, мужчины, они шли через перевалы, через снега, падали, замерзали. Они ушли с этих насиженных земель, своих поселков, своих садов, ушли в Азербайджан. Армянское лобби стало убеждать армян, что этническая чистка в отношении азербайджанцев и вечная вражда с турками и азербайджанцами есть путь к светлому будущему. Кроме того, диаспора отправляла в регион наемников и террористов, которые совершали массовые убийства азербайджанцев. ДИКТАТ! ДИКТАТ! Ирменистан, гуслеры, филиппляр, челдадья района, варлашины, шмаркетдарина. Денчаткинлара юл бережи, юллар Баллыдов. Он суждал зенкашмаха, эшерин из юхты. Денчаткинлара аль-гурмияцек, он сад вахт верили к седам. Кто только не подключился к риторике разжигания ненависти? Певцы, артисты, общественные деятели, политики, включая сенаторов и конгрессменов. Временно им удалось добиться поставленных задач оккупировать азербайджанские земли и совершить этнические чистки. Но какой ценой для армянского народа? Десятилетия блокады и вражды опустошили республику. Сотни тысяч армян навсегда покинули Южный Кавказ в поисках лучшей жизни за границей. Победа Азербайджана в 2020 году аннулировала все цели и задачи, которые поставила армянское лобби десятилетия назад. С самого начала вера в армянское лобби в корне была неверной. Стоит помнить, что представители диаспоры, наряду с тем, что являются этническими армянами, также и носители ценностей и идей тех стран, где они живут. Интересы армян России могут противоречить интересам лобби в США и Европе. Но самая главная цель диаспоры могут вступать в противоречия с государственными интересами Республики Армения. Простой пример. Для армянского государства жизненно важно наладить отношения с Азербайджаном и Турцией. У страны нет еще 30 лет, чтобы находиться в блокаде и враждовать соседними странами. В то время как задачи диаспоры заключаются в предъявлении претензий Турции и создании препятствий в установлении отношений с Азербайджаном. Кроме того, следует принять во внимание следующее. Если цели армянской диаспоры будут расходиться с целями государства, где они проживают, то их сразу же поставят на место. То есть они не могут выйти за рамки, которые для них определили страны, где они нашли приют. Все, что может диаспора, это время от времени проводить акции перед посольствами Турции и Азербайджана и нападать толпой на простых граждан. Но, совершая подобные провокации, они не помогают соотечественникам, а наоборот, создают еще больше проблем для армян в других странах. Во время 44-дневной войны армяне проводили многочисленные акции в тех странах, где есть большая армянская диаспора. Интересно, понимали ли они, что тоже виновны в сложившейся ситуации, потому что в свое время давали гражданам Армении неправильные наставления, направляли по ложному пути, у которого не может быть счастливого конца. Крепитесь. Нам потребуется ваша помощь. За границей нам поможет. Запад с нами. Вместо призывов к миру и освобождению чужих земель последние десятилетия, сидя где-нибудь в Марселе или Лос-Анджелесе, они поощряли продолжение оккупации азербайджанских территорий. В 2018 году известный американский миллионер армянского происхождения, король покера Дэн Бильзерян, встал на учет в вооруженных силах Армении, незаконно посетил Карабах, где пострелял из разного оружия. Затем по итогам поездки написал статус в поддержку сепаратистов, призвав их бороться, что, конечно же, с вдохновением было встречено проживающими в нищете и тяжелых социальных условиях армянами. Дэн Бильзерян сделал все, как подобает патриоту, и хорошо себя прорекламировал. Только вот во время войны так и не появился в Карабахе, и не стал рисковать жизнью. Ничего не стоящая бравада и призывы к другим идти на смерть – это одно. А вот рисковать своей собственной жизнью – совсем другое. Причем призывы к войне озвучивают в частности армяне в зарубежных странах. Это можно увидеть в комментариях в социальных сетях. После войны интересная дискуссия развернулась на странице журналиста-блогера Романа Багдасаряна, который отметил, что дети из городов и села Армении не должны умирать в Карабахе. При этом он подчеркнул, что только за один день войны из зоны конфликта выехало 4000 машин с карабахскими армянами, а оставшиеся прятались по подвалам, пока солдаты гибели. Под этим статусом с призывом к войне и реваншу выступила гражданка России Лаура Абраян, которая вызвала шквал критики со стороны жителей Армении в свой адрес. «Патриотка вы наша, соберите отряд с сыновьями ваших единомышленников из вашего города, поезжайте и воюйте. Может, стоит быть патриоткой за свой счет, а не за счет чужих детей», написала армянский пользователь соцсетей. После капитуляции Армении все стало на свои места, а именно пришло осознание отсутствия реальной поддержки со стороны диаспоры. «Я говорю, Пашиньян, когда война началась, первый-второй день, почему ты эту землю, которую отдал Азербайджанам, почему сразу не отдал? Две тысячи, говорят, никакой две тысячи, три-четыре тысячи, восемнадцать-двадцатилетние армянские сыновья погибли, кровляли туда!» Стали появляться армянские политические деятели, в том числе и за рубежом, которые объясняют народу, что цели Армении оторваны от реальности. Профессор Лихайского университета США Армен Григорянов высказал мысль, что даже после поражения в войне страна остается в объятиях мифов, продолжая впустую тратить время и ресурсы в мечтах о реваншизме. Первый президент страны Ливонтер Петросян с сожалением констатировал, что в Армении и диаспоре и сейчас не сделали никаких выводов из поражения. Послевоенная риторика опять содержит пустые и бессмысленные ожидания от внешнего мира, угрозы и воинственную риторику в адрес Турции и Азербайджана. Советник первого президента Армении и переговорщик по Карабаху в 1991-1997 годах, Жирайер Липолитян, заявил буквально следующее. Армения должна нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией, либо придется паковать чемоданы и переселяться куда-то. Окончание Второй Карабахской войны для армянского народа – это большая-большая возможность. Я сейчас не буду растекаться мыслью по древу, но для нашего народа это большая возможность начать совершенно другую жизнь, сбросив вот этот груз совершенно ненужный, груз чужих территорий. И слава Богу, что все завершилось. В самой Армении же стали появляться блогеры, признающие преступления, совершенные в период оккупации азербайджанских земель. 70% надгробных камней азербайджанских отсутствуют на кладбище. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о тех людях, которые вырвали эти камни, соскоблили их, на них написали армянские имена и продали в Армению? При этом среди рядовых граждан до сих пор есть те, кто никак не может осознать простую истину. Нельзя захватывать земли соседней страны, чужое добро рано или поздно придется возвращать. Эта земля была, которую мы выиграли войной. Кровью заплатили, эту землю не возвращают. Теперь азербайджанцы выиграли ее войну. Но они не должны были начать эту войну. Вне зависимости от того, где вы находитесь, каждый желает спокойной и благополучной жизни. Отмечать дни рождения, ходить на спадьбы, путешествовать по миру. Не ошибемся, если скажем, что крови и смерти не хочет никто, да к тому же своим родным. Пусть граждане Армении ответят на простой вопрос. Чего хотят они? Продолжать жить в блокаде и конфликтовать с соседями или положить конец этой вражде? Достичь хорошего будущего для своих детей просто. Надо всего лишь отказаться от претензий на чужие земли. Редактор субтитров А.Семкин